Важнейшей особенностью христианского учения о познании является то, что вопрос о знании здесь тесно связан с вопросом о вере. В обыденном сознании это понятие часто рассматривается как противоположное, при этом знание ценится больше, чем вера. В христианском учении, наоборот, вера в Бога, по своему значению в религиозной жизни человека, становится несравненно выше теоретического знания о Боге. В христианстве вера и знание – понятия, хотя и связанные, но далеко не сопоставимые. Вера в Бога лежит в основе всей религиозной жизни христианина и является условием всестороннего духовного развития человека, его разума, чувств, нравственности и в конечном итоге его спасения и вечной жизни в Царстве Небесном. Вера для христианина означает намного больше, чем простое убеждение в бытии Бога. По словам святого Симеона Нового Богослова, вера есть, чтобы верил, кто изреченным в божественных писаниях обетованием благ тем, кто исполняет заповеди Божии, и угрозам вечными муками тем, кто нарушает их. Вера есть еще, чтобы верен, кто был всему Божию, догматы ли то, или заповеди, или лучше сказать, верен был благодати Святого Духа. Почему всякий христианин и называется верным. Вера есть еще, чтобы верил, кто себя самому Богу и от всей души на Него единого возлагал все свое спасение. Вера есть еще, чтобы уверен был, кто, что Бог делает все, что благоволит благость Его, и был убежден, что Он делает сие наилучшим образом. Вера есть еще, чтобы уповал, кто, на великую и непобедимую силу Вседержителя Бога, и дерзал о ней так, чтоб повелевал, и горы передвигались бы. Иными словами, помимо веры в Бога, необходимы дела веры и подчинение всей жизни служению Бога. Метафизический смысл приоритета веры над знанием состоит в том, что вера является необходимым условием общего духовного развития человека. С ее помощью устанавливается живая связь человека с Богом, открывается возможность благодатного действия силы Божией, направленной на развитие всех способностей души человека, в том числе его ума. Таким верным душам, говорит святой Симеон Новый Богослов, всегда неуклонно исполняющим повеления и законы Господа, он по мере веры их и по мере их ему повиновения дает чистое и верное умное зрение. Взыщем прежде всего сохранить заповеди Божии, покаяться, сокрушиться и смириться. Тогда откроется и для нас некое отверстие в этом видимом крови небесном. А через него покажется несколько и тот невещественный и мысленный свет, пребывающий превыше небес, который, как только увидит душа, вся приходит в восхищение. Стоит пораженная видением всего нового и славного чуда, никогда не виданного ею дотоли. Старайтесь же прежде очистить себя от всякой скверной плоти и духов, покаянием, слезами, смирением и исполнением всех заповедей. Да сподобитесь получить настоящее и будущее благо духовное в откровении, чувстве и созерцании, благодатью и человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа. Человек создан Богом разумным, а потому и свободным. Господь может предать смерти, полному уничтожению те существа, которые противятся всецелой гармонизации бытия. Но он не может преобразить их помимо их воли. Таков был изначало план творения. Ангелы и люди были наделены даром свободы, который ставит преграду всякому внешнему принуждению. Человек, стремящийся к духовному развитию, должен сам по своей воле встать на путь служения Богу. Но человечество не обладает пока достоверным знанием о Боге. Поэтому прийти к Богу можно только одним путем – через веру и дела веры. Человек, который не обладает большими знаниями, но верует и живет по христианским заповедям, неуклонно приближается к стяжанию Духа Святого, обожению и соединению с Богом. В едином божественный организм – тело Христово. На этом пути человек постепенно возрастает и в познании Бога, поскольку смысл познания заключается не в теоретическом знании, а в реальном внутреннем соединении с предметом познания. Поэтому человеку верующему, но еще не знающему, открывается более прямой и быстрый путь к Богу по сравнению с человеком неверующим, отвергающим благодатную помощь Божию и стремящимся познать все свои собственным умом. Когда ученик приходит в школу, он еще ничего не знает, но доверяет учителю и с его помощью быстро овладевает знаниями. Неразумный же ученик, который не доверяет учителю и учебникам и пытается своими собственными силами постичь всю премудрость школьной науки, скорее всего потерпит неудачу. А если и достигнет цели, то значительно позже других учеников и с большими усилиями. Теоретическое познание, как таковое, возможно и без веры, но такое познание свойственно детскому состоянию ума, который, получая знания от Бога, наивно приписывает это своему собственному разуму. Господь допускает и такое неверующее познание, поскольку процесс его человек в конце концов может прийти к вере и истине. Но с позиции христианства познание, освященное благодатным светом веры, обладает несравненно большей ценностью и силой по сравнению с познанием неверующего разума. Это хорошо видно из слов Спасителя, обращенного к апостолу Фоме. «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Сказанное выше, однако, ни в коем случае не означает, что в христианстве слепая вера предпочитается вере сознательной. Позиция святого апостола Фомы, желающего получить надежное доказательство своей веры, заслуживает глубокого уважения. Апостол Петр говорит, «Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением». Верующий обязан стремиться к глубокому пониманию оснований христианского учения и постепенно приходить от веры, неосознанной, к вере сознательной. В процессе познания он начинает лучше понимать, в чем состоит сокровенный смысл его веры, и от этого вера его становится крепче. Апостол Павел пишет, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Господь, Бог нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежно призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Святой Исаак Сирин подробно описывает характер взаимоотношения между верой и знанием в процессе духовного развития человека. По его словам, есть видение, предшествующее вере, и есть видение, порождаемое верой. Видение, предшествующее вере, есть видение естественное, а порождаемое верой есть видение духовное. Естественное видение предшествует вере и есть путь к Богу. Это видение, вложенное в природу нашу Богом, само убеждает нас в том, что должно веровать Богу, приведшего все в бытие. А вера производит нас страх, страх же понуждает нас к покаянию и деланию. Естественное видение есть ступень, по которой человек восходит на высоту веры, и как скоро достигнет таковой, более уже не нуждается в нем. Тогда видение сопрягается с верою, делается с ней едино, облекается ею в огненное помышление, возгорается духом, приобретает крылья бесстрастия и от служения земному делу, употребив иные способы, возносится в область Создателя своего. Так дается человеку духовное видение, то есть ощущение тайны, которая рождает веру истинного созерцания. Духовное видение есть ощущение сокровенного знания, и когда ощутит, кто это невидимое и во многом превосходнейшее, тогда приемлет оно наименование духовного видения, и в ощущении его рождается иная вера, не противная вере первой, но утверждающая эту веру. Называют же ее верою созерцательную. Да то ли был слух, а теперь созерцание. Сосерцание же не сомнение слуха. Сосерцание же не сомнение слуха.